здравствуйте мои дорогие рукодельницы меня зовут людмила купила я вот такую пряжу для свитера своему сыну так как я с нее ни разу не вязала и не брала в руки прежде чем вязать свитер я хочу протестировать ее и поделиться своими впечатлениями с вами а сегодня мы рассмотрим саму пряжу рассмотрим этикетку а также рассмотрим образцы готовые измерим потом я постираю и после стирки опять сделаем мерочки и в конце видео я расскажу вам что я думаю по этой пряжи но я считаю что выводы окончательные по пряжи делать рано так как вот связанные образцы неважно каким размером и постиранные я считаю что это не показатель и окончательные выводы можно сделать после того когда вещь носилась и неоднократно стиралась и тогда она уже себя покажет с хорошей или с плохой стороны но нам же как-то надо чего-то начинать поэтому вот пока пока так если вам интересно оставайтесь со мной смотреть это видео до конца давайте рассмотрим этикетку это пряжа от на к накален dreams метраж в 100 граммах 210 метров толщину потом еще рассмотрим рекомендует производитель крючок 3 миллиметра и спицы четыре с половиной пять миллиметров но я вязала образец спицами 4 миллиметра и буду вязать свитер а скорее всего таким же размером я заметила зачастую спицы и крючок я беру меньшего размера чем рекомендует производитель я так полагаю такова моя плотность вязания то есть если я возьму таким размером или больше изделие по мне оно получается рыхлое а дело в том что я вяжу не сильно плотно и не слабо свободненько и такова моя плотность и поэтому получается что мне больше нравится спицы и крючки брать меньшего размера так далее состав 49 процентов шерсти и 51 процент акрила то есть 50 на 50 вот и посмотрите здесь еще есть такие два значка с двух сайтов это facebook и instagram с хэштегом но по этикетке все хотел еще сказать что я этикетки не выбрасываю независимо от того нравится мне пряжа это или нет и более того я еще вставляю всегда кусочек нити а также с внутренней стороны я пишу хорошая пряжа это или нет и иногда пишу что я с нее связала но для меня это важно вот так по этикетке все но теперь скажу свои первые впечатления хорошие пряжа мягкая не колется я проверяю прикладывая к шее я последнее время стала чувствительная поэтому если колючая то я ее чувствую вязание вязание мне на понравилось но не знаю может быть это мои волшебные спицы вот но вязать с нее мне очень удобно то есть она похожа на пряжу лана gold 240 вот та тоже такая вот мягкая приятная вязать неудобно там правда минусы есть я точно знаю что то пряжа именно 240 она вытягивается и закатывается но эту будем уже мы позже позже выяснять какая она вот что по толщине вернемся к толщине то есть там конкретно сказано 100 граммах 210 метров то есть она толстоватая получается на толще чем лана gold 240 и когда я ее заказывала честно я свитер не хотела такой толщины планировала потоньше но мне понравилась сама пряжа рассветка и решила попробовать новинку заказывала я ее в интернете поэтому пока нашла я переживала что она будет слишком толстая но к моей радости оказалось она не такая толстая сейчас я вам покажу специально вот достала нить 240 лана gold и мы давайте с вами сравним посмотрите на практически одинаковой толщины вот и даже лана gold может быть даже и толще вот что по поводу на еще хочу сказать так ладно сейчас я вам еще скажу по плотности потом я вам нашла здесь два минуса я про сразу сейчас и про них вам расскажу еще мне понравилось тоже первое мое впечатление ну мне кажется что она довольно таки эластичная но я могу ошибаться то есть я вот когда провязала ее чувствуется в руках что есть что есть вот эта эластичность даже взять резинку если ее натянуть сильно посмотрите она опять приходит свое первоначальное положение я считаю что это неплохая ниточка ну будем дальше смотреть что на как она поведет себя после стирки связала я два образца потому что планирую я это точно у меня будет резинка то есть будут манжеты на манжетах будет резинка и низ свитера тоже я сделаю резинкой только не знаю один один или два на два будет вот а второй образец а не могу еще определиться и изначально я планировала вязать пышной резинкой кстати у меня есть мастер-класс недавно вышел как вязать пышную резинку вот хочу или пышной резинкой или может быть оставлю чулочной вязкой посмотрю так и давайте теперь теперь давайте я вам расскажу минусы это те минусы которые я пока вязала образцы пока я тут крутила вертела нашла два минуса так толщина смотрите вот это вот моточек который я вообще не трогала вот этого моточка я связала два образца с двух кончиков и вот сейчас я вам покажу эту нить видно вам или нет то есть в одной в одном моточки разная толщина нити посмотрите то есть я так понимаю что это ниточка 210 а это ниточка 280 метров но не шире то есть не толще это в одном мотке то есть уже нити плохо скручена она разной толщины я понимаю что бывает нить и специально скручена разной толщины но не в этом случае вот а второй минус вот такой узел узлище и прямо на видном месте вот он так вот и был не знаю что там внутри сколько еще узлов будем вязать посмотрим вот это таких два минуса с будем смотреть дальше что у нас будет после стирки так сейчас делаем мерочки так значит я рисую художество у нас два образца первые резинка 2 чулочная вязка так давайте с вами измерим так резинка у нас в ширину почти 8 8 так ширина 8 сантиметров высоту 8 сантиметров квадратик у меня получился и второй образец высоту 9 с половиной 9 с половиной 9 с половиной ширина ширина 13 сантиметров так ну что ж сейчас я иду стирать высушу и мы с вами встретимся образцы мои выстираны высушены чтобы вы понимали я их стирала стирала то есть вот так вот и жулькала и шоркала и мяла для того чтобы мне понять как ведет себя полотно после стирки вы ждете ответа сразу вам дам ответ то есть результат моего тестирования сразу хочу сказать что я эту пряжу то есть то есть она мне понравилась и и сразу отношу в список и тех любимых с которых я вижу то есть у меня есть два списка я потом подробнее вам еще расскажу про них значит по поводу понравилось резиночка тоже посмотрите она как было эластичная вот она такая осталось но вот немножко сейчас размеры вам покажу покажу значит резинка была 8 на 8 чулочная было 9 с половиной на 13 смотрим 8 в высоту 8 осталось в ширину вот вы видите 8 с половиной но это не не критично так здесь было 9 с половиной так здесь было 9 с половиной смотрим вот оно так и есть видно вам 9 с половиной так здесь не знаю мне удобно здесь скручиваются края ну вот сейчас я вам так постараюсь постараюсь смотрите тут 12 если вытянуть ну вытянуть край края эти распрямить вот она будет 13 то есть видно что полотно не изменилось так что что еще хочу сказать значит по результаты я вам сказала что по списку давайте поговорим про списки то есть у меня есть два списка это не любимая моя пряжа любимая нелюбимая что значит то есть это не значит что я если она мне не понравилась там колючая или какая-то некачественная что я ее выкину то есть это не мудро поступать купить вещь потратить деньги и даже если она подарена она все равно потраченная правильно на нее тратили деньги поэтому просто выкинуть взять это как-то не серьезно вот надо просто уметь надо как-то умело использовать но если вы не свяжите на себя то есть да не будете носить но можно же использовать какой-то другой вариант найти то есть можно связать коврик можно связать носки ну даже пусть она если колючая даже для носков то есть но насколько она колючая нет же там не стекловатый но не нравится значит можно использовать для как бы связать какую-то корзинку связать подставку для горячего то есть какую-то сделать связать вещь для интерьера но только не выкинуть я никогда никакую свою пряжу не выкидывала то есть если то какие-то маленькие кусочки остатки остальное мне все хранится можно допустим коврик связать то есть вот так у меня а по поводу списка любимой опять же это не значит что она любимая зачитана супер пуперская самая лучшая но если она у меня попала в список любимых то это значит что в ней есть те плюсы которые перекрывают минусы то есть мне нравится с ней вязать я буду с нее вязать и опять же хотела сказать что в этом списке есть не только там дорогая пряжа но даже не не только а в основном дешевая то есть я последнее время с дешевой только я вижу так как у меня на сегодняшний день нет возможности дорогую покупать да и кстати дорогая не значит у качественная вот и до вас я хочу донести что есть пряжа дешевая недорогая и качестве с которой можно вязать приятное вязать и одно удовольствие а не то что купить дорогую значит какую-то вещи трястись над ней то есть думать блин сколько она стоит вот ну а я обещала же вам снять мастер-класс по показать свою любимую пряжу уже были комментарии спрашивали но обязательно сниму чуть позже покажу там свою любимую пряжу и расскажу и плюсы и минусы вот так что все будет так по поводу свитера свитер как и планировала так я и буду вязать немножко позже я пока не могу определиться с рисунком с моделькой то есть кому если кому интересно то свитера буду вязать на мальчика восьми лет вот и чтобы не пропустить видео подписывайтесь на мой канал обязательно нажимаем на колокольчик колокольчик нужен для того чтобы не пропустить видео а к вам тогда будут переходить уведомления ну вроде все сказала спасибо всем за просмотр я надеюсь вам понравилось мое видео и вам было оно полезно я желаю вам хорошего настроения до новых встреч